Ольга Ты только Ольга, только, о-о-о, ты только воздух мой Ты только Ольга, только, о-о-о, будешь всегда со мной Он хотел стать футболистом, а в итоге стал артистом Сегодня в гостях в «Звездной кухне» основатель и создатель собственных песен и группы сборная союза Евгений Журин Спасибо, бурные аплодисменты, спасибо за представление Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, те, кто нас не увидит Это передаст все другим, что вы видели Журина вживую Теперь вы как Владимира Ильича Ленина, которого никогда не видел Я маленькая девочка, я в школу не хожу, я Ленина не видела, но я его люблю Также любят заочно Евгений Николаевич Журина и группу сборная союза Слушайте нас и будете всегда живы и здоровы Продолжайте Насколько я понимаю, сегодня я буду говорить по минимуму А всю эту роль на себя возьмет Евгений Евгений, мы сегодня на кухне, на «Звездной кухне» Поэтому давайте начнем с того, что сегодня приготовим И дальше за приготовлением этой пищи будем общаться Хорошо, договорились Ну, пища наша, суп да каша Суп мы убираем, потому что по последним достижениям науки суп вреден А вот каша – это тот продукт, который, мне кажется, не представлялся ни на одной кухне То есть на всех кухнях, которые я посмотрел за последние 30 лет Уже приготовлена любая была пища И сейчас удивить кого-то каким-то приготовлением невозможно Поэтому мы сегодня будем готовить слона Ногу слона Значит, берем ногу слона Роем яму 2 на 2 Обкладываем это все листьями пальмы Ногу начищаем перцем Ставим, закрываем и поджигаем Через сутки вот такое вот мясо Пальчики я ближе, попробуйте обязательно Ну, ногу слона приготовлю Нет, это мы уже приготовили Я сейчас работаю на то, насколько визуальный и вестибулярный аппарат работают у нашего зрителя Что необходимо с утра настоящему супермену? Подготовить желудок на день грядущий Соответственно, наш желудок чувствует насыщение, когда изнутри идет давление на желудок То есть, чем меньше желудок, соответственно, тем нужно меньше съесть И будет ощущение у тебя сытости И ты будешь выглядеть, ну, как я, допустим В форме, да Я тебе расскажу свой главный секрет Я седьмой раз живу, мне 400 лет Я все континенты прошел без гроша Я был президентом самих США У меня есть книжка Подслушанные мысли на все случаи жизни 500 афоризмов, Саша, тебе будешь ведущим где-то на свадьбе Читай мои афоризмы Вот так будет Сто процентов не побьют Итак, мы сегодня готовим кашу с мясом Что это такое? В 96-м году прошлого века Филипп Киркоров приехал ко мне в гости в Вологду И сказал, что он отравился утром на завтраке в поезде И отказался от обеда Но вечером после концерта Был на стадионе концерт Он наелся всего И мясо, и суп И очень любил сыр с чесноком Живот вот такой Я говорю, Филипп, ты долго так в такой форме не продержишься Что и получилось Через 5 лет от него ушла Алла А если бы была каша с мясом, было бы все нормально Я считаю, что каша с мясом это пища студентов и олигархов Я первый миллиардер в Вологодской области Когда шел такой Хайп Хайп в 90-х Нет, обливались водой И передай другому Это челлендж Все стали тоже обливаться А я сфотографировал свою сберегательную книжку Там было написано 1 миллиард рублей И всем олигархам страны написал Покажи свою книжку И заплати налоги Я остался одинок Я единственный официальный миллиардер В нашей стране Который смог сфотографировать свою книжку И показать его народу И пища, которую мы будем готовить Это пища олигарха Значит, представляете, артист Который утром проснулся в каком-то городе Ему нужно позавтракать Он приходит, ему начинают бутерброды Ему начинают какое-то мясо с утра давать Еще что-то И он к годам 30-35 Мы видим на примере фабрики звезд Я их увидел через 5 лет Это толстяки какие-то Толстяки-разбойники И это все гастрольная жизнь Потому что они не знали, как готовить кашу Они не знали, что вообще есть нужно на гастролях Я на этой каше похудел на 30 килограмм Но при этом был всегда сыт, здоров И до сих пор играю в футбол И до сих пор мне равных нет В 78-м году в Омске я был признан лучшим футболистом Советского Союза И поэтому с этим ощущением, что я первый после бога на земле Я и живу сейчас Начинаем Мы включили плиту? Нет, еще плиту не включили Я предлагаю включить плиту В тот момент, когда мы включим первый клип посмотреть Договорились Это какой? Что это будет? О чем песня? У нас есть песня 150 миллионов просмотров в ютюбе Песня называется «О дна люб» Вот с этой песни мы и начнем Хотя есть песня «Русских не победить» Она на рингтоне у Владимира Путина Можно начать с нее Хотя у нас есть еще 2000 песен Которые на рингтоне у всего мира Можно начать и с них «Однолюб», «Однолюб», «Однолюб» Поперли Когда касаюсь твоих губ Вдруг понимаю Я однолюб Меня царицы соблазняли Но не поддался я Когда смотрю в твои глаза Благодарю я небеса За то, что мне подарила судьбой такая красота Моя жену Моя жену Моя жену Моя жену Сердце моего княжна Ты только, Ольга, только Оу-у, ты только воздух мой Ты только, Ольга, только Оу-у-у, будешь всегда со мной Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я вернулся в команду мастеров Меня в Твери сказали За команду Динамо Волода выступает Самый старый футболист Советского Союза Играющий тренер, капитан команды Евгений Жорин Я два тайма отыграл Ко мне подошли молодые парни А где ты был? Я за границей 20 лет играл Но я 20 лет работал на лесоповале То есть валил лес И там писал стихи и песни Там я получал образование Там я встретился со множеством С тысячами людей Которые как в губку в меня впитали Я впитывал и они в меня впитывали Потому что я не пил, не курил У меня всегда был чай Если даже заварку кому-нибудь Из интеллигентных людей А люди сидели за алименты За Туниясову Была 209 статья То есть вся интеллигенция Из Москвы Аранжировщик Кролла Эдуард Сливко Сидел за алименты второй раз Поэтому он был уже рецидивистом То есть любил покурить Я ему давал заварку И он меня учил вот этим Шестым, седьмым, девятым То есть я получал консерваторское образование Где бы я его получил в Вологде В 79-м году Молоко будем заливать? Нагрелось Нужно, чтобы она нагрелась Значит, проснулся студент Проснулся олигарх Зовет кухарку Готовь мне Она ему начинает готовить Он ест, его тошнит Он ничего не может Что нужно сделать? Кушать простую кашу Сложно Нужно сделать кашу Чтобы она была вкуса Котлеты Чтобы она была вкуса Сала Вкуса ветчины Но сало, ветчину и котлету Нельзя есть с утра Но если Магическим образом Их обработать То ваша каша И ваша котлета У них происходит Саити Диффузия Молекулы одного вещества Переходят в молекулы другого вещества И когда ты Кушаешь Они мягко-мягко Обволакивают стенки твоего желудка Да? И дают тебе сытость Если, допустим, у тебя через 6 часов выступления на свадьбе И чтобы тебе там не опозориться Там не испортить воздух Еще что-то Обязательно Кашу с мясом И все И ты на свадьбе лучший Вот почему такие ингредиенты? Какие? Что сегодня понадобится? Значит, то, что есть в любом холодильнике Вчерашняя котлета Кусок сала Ветчина То, что осталось с Нового года 1 числа Вы утром проснулись У вас всего там немеряно И вот это все может служить насыщением каши Берется обычное молоко Мологодское Молоко Матерь, я говорю, да Наливается На глаз Никогда не пытайтесь Никакими мерками Наливайте на глаз Вот вам нравится, что оно вот так вот течет Вы его так и наливаете Оно течет Но надо правильно лить, как я Чтобы не было брызг, как у Саши Ждем, когда закипит Как только молоко начинает закипать Чуть-чуть Берем овсяные хлопья Обычные овсяные хлопья быстрого приготовления И насыпаем с горочкой чуть-чуть Вот так вот Он же еще не закипает А нам не надо Да, нам в принципе это не важно Когда начнет только чуть-чуть закипать Мы это делаем И по конститенции Соответственно Самой кашки Мы начинаем Я здесь готовлю порцию на полтора человека То есть на себя и на тебя Потому что ты один к двум ко мне идешь То есть тебе этот И Я понимаю, да И соответственно Тебе сейчас мы поручаем готовить Нарезать ветчину Маленькими-маленькими Давай покажу Значит Делаешь вот таким образом Так 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 Дальше ты И твоя задача Чтобы у тебя так Так И это получилось кубиками И делаем Совсем мелко Небольшими кубиками И то же самое мы делаем с салом Что делаю я? Главное блюдо То есть То, что превращает кашу В кашу с мясом Берем котлет Это может быть специально приготовленные Вчера котлеты С утра котлеты Ну то, что В принципе есть Котлеты Складем это на Тарелочку И вилочкой Аккуратно Сначала В серединке А потом Каждый Кусочек Разминаем До состояния Пропущенного Через Мясорубку Куска мяса То есть И мы получаем Вот эдакую консистенцию То, чем кормят ребенка Чем мама кормит ребенка Да То есть Вы хотите Чтобы у вас Все усвоилось Вы хотите Чтобы у вас Все было Мышцы И вам ничего за это не было Пожалуйста Каша Без мяса Через 40-50 минут Она усваивается Ты хочешь снова есть Каша с мясом Держит сытость 6 часов То есть Вы студент Утром Каша с мясом И вы Всю сессию Все 6 пар Сидите И часиков 2-3 Можете Второй раз Можете Да Покушать Ваш желудок готов Евгений Пока у нас закипает Я предлагаю Посмотреть еще один клип И сегодня Из множества клипов Вы сами выбираете Какие мы будем смотреть Какие вы хотите Показать нашим зрителям У нас есть обалденная песня Мы выступали с этой песней На поле чудес Мы в Беларуси В Минске 15 минут Встали люди И аплодировали Говорят Вам за эту песню Нужно дать Просто героев Советского Союза Эта песня называется Русских не победить Вот такая песня 15 миллионов просмотров В Ютьюбе Ой цветет черемуха А рядом тополек Вот идет Аленушка А рядом Василек Облака Кудрявые Бескрайние Поля И все это Родина Моя Русская Народная Великая Страна Гордая Свободная Нам Господь Комдана Много сотен Лет Россия Матушка Живет Никогда Россия Не умрет Там Где русские Там Всегда И победа На всех Одна Если Родина Значить Мать Русских Нельзя Сломать Там Где русские Там Душа Каждый Русский Кузнец Душу Русскую Не Убить Русских Не Поведить Русских Не Поведить Русских Не Поведить Вы Смотрите Программу Звездная Кухня И Сегодня На нашей Кухне Гость Из Вологды Евгений Журин Евгений Я Вроде Как Нарезал Да Значит Мы Исходим Из того Что Нас Всего Двое Мы делаем Небольшое Количество Этого Достаточно Сейчас Приступай К то же Самое Сделай Из Сала Я знаю Что От белорусского Сала Может Отказаться Трезвенник И язвенник Но От бесплатного Белорусского Сала Не отказывается Никто Иногда Хочется Сала Хочется Ветчины Вроде Бы Продукты Которые Не Рекомендуется К частному Употреблению Но Если Вы Опускаете Этот продукт Волшебную Кашу Этот продукт Приобретает Совершенно Другое Значение Он То Чем Мама Кормит Своего Ребенка Грудного То же Самое Поступает Вам То есть Вы получаете Огромную Калорийную Потенцию Я бы Так Это Назвал Не побоюсь Этого Слова Но При этом Без Каких Либо Вмешательств Извне Что Мы делаем С Первой Порцией Каши Это Утренняя Каша Мы сейчас Все три Каши Каша Есть С утра Каша Есть С обеда Каша Есть На ужин Мы Сделаем Сейчас В связи С тем С нехваткой Времени В одной Каши Три в одном Да Это Завтрак Обед Ужин Но На завтрак Допустим Я употребляю Кашу С Разрыхленным Как бы пропущенным Через мясорубку Мясом То есть Мы Засыпаем сюда Нашу котлетку Вчерашнюю Которая после Нового года Осталась И начинаем Размешивать Да Доведя до Кипения Давайте Засыпем Следующие ингредиенты Посмотрим Очередной Клип Мы Засыпаем Сразу Обед И Ужин Действуй И Смотрим Клип Давайте Вологжаночки Все-таки Потому что Это Песня Которая Сделала Из нас Просто Кумиров Вологдей Вологодской Области Мы Кумиры Эта Песня Решила Все На свете Смотрим Над Вологдей Солнышко Блистает Черемуха Светет И Объединяет И Девочки Неотразимых Юг Улыбки Прячут От Парни На Губках Песочные Свети Тишки Озорные Гулять Страны Сегодня Выходные Не Облачко Над Вологдей Нашей А Володжанки Всех На Свет И Краж Володжанки Мои Любимые Володжанки Неповторимые Ну Прям Красотки Все Глаза Огромные А Самые Роткие А Самые Странные И Идут Под Город Ну Круткие Камочки И Сразу Видно Это Наши Володжанки Ну Прям Красотки Все Глаза Огромные А Самые Глазкие А Самые Складные На нашей Кухне Пахнет уже Очень вкусно Потому Что За Плитой Сегодня Создатель Группы Сборная Союза Евгений Журин Автор Песен Автор Песен Евгений Кто Музыку Пишет Автор Песен Это Значит И музыка И Слова Пишу Я Значит Я всегда Говорю Что Сборная Союза Это Как Красная Армия Нас Мы Легендарные И Победить Нас Невозможно Почему Так Много Песен У вас Выходит Вот У меня Вопрос Сколько Сколько У вас Более 1200 Песен Сейчас На Носителях У нас Порядка Тысяч Песен Которые Вошли В Альбомы То Первые Песни Которые Были Конкретно С Блатным Оттенком С Таким Жанром Блатной Романтики Я их Исключил Я их Исключил То есть Они Живут У нас Только В Архивном Состоянии То есть Я их Не Выкладываю Потому Что Менялось Время Менялись Мы Из Одного Состояния Мы Переходили В другое Для меня Азм Есть Любовь Бог Говорю Любовь Бог В тебе В тебе Любовь То есть В нас Живет Бог Он Не Там Живет Он Живет В нас И Наша Задача Мы Даем Проявить Качество У меня Несколько Девочек Пели Майя Подольская Которая Сейчас В группе Пропаганда Поет Это Вика Калистратова Которая Вышла Замуж Удачно Три Раза Вышла На сцену И тут Сразу Нашла Себе Три Минуты Прошло Убираем И даем Ей Минуту Настояться Давайте Так и Сделаем Выключаем Выключаем А масло Когда нам Понадобится Если бы Если бы Этот кусочек Хлеба Был Из Тостера И мы Отсюда Убрали Все Ненужные Мы бы Взяли Ножичек И вот Это Прекрасное Коровье Масло Которое На лучших Лугах Вологодчины Производится Намазали бы Сюда Но мы Этого Делать Не будем Потому что Хлеб К сожалению Каша Отстаивается Посмотреть Еще один клип И после чего Уже пробовать Окей Нам Я вам там дал 40 клипов Я думаю Что последний На свое усмотрение Это для того Чтобы они все 40 посмотрели На свое усмотрение Ставит редакция Вот такие вот Песни у сборной Союза Слушайте нас И будете всегда Здоровы Аминь Выбор за нами Смотрим На гастроли Еду Не на войну Что ты плачешь Не пойму Ты давай Не унывай Ну-ка Давай На прощание Целоваться Давай Я тебя люблю Не переживай На вокзал Не провожай На гастроли Едет Сборная Союза Надо Чтобы Ни сучка Ни конфуза Обещал Повысить Журин Гонорары Ты бы знала Как охота На канары На канары На канары На канары Обещал Повысить Журин Гонорары Мы до Питера А там Мы до Савары А потом Домой Сразу На канары На гастроли Едет Сборная Союза Надо Чтобы Ни сучка Ни конфуза Обещал Повысить Журин Гонорары Ты бы знала Как охота На канары На гастроли Едет Сборная Союза Надо Надо Чтобы Ни сучка И ни конфуза Обещал Повысить Журин Гонорары Ты бы знала Как охота На канары На канары На канары На канары Обещал Повысить Журин Гонорары Мы до Питера А там Мы до Савары А потом Домой На канары 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 Пока мы смотрели клип Наша каша отстоялась Соответственно можно пробовать Ну что Саша Давай я тебе Сало ветчина и все все продукты которые в общем то запрещены до по диетологии но тем не менее значит вот смотрите что мы получаем я тебе немножко потому что ты все равно этого не съешь а по большим побольше оставлю себе так ну что каши еще никто не чокался запах на языке и раздела это не глотай а она сытно я не знаю я с утра не очень люблю есть но такое можно было поесть тем более здесь и котлеты и мясо совершенно верно мы смотри у меня в семь часов футбол я в 12 ем эту кашу и до 7 часов я себя нормально чувствую мне уже достаточно лет до 2 часа бегать 20-летними мастерами спорта и быть первым для этого ты должен быть дышать желудок должен быть пустой тогда легкие дышат полностью пока любите сборном союза ну что же дорогие друзья на на этом звездная кухня завершают свою работу на сегодня у нас в гостях был основатель группы сборная советского союза союза сборная союза евгений журин евгений я благодарю вас за эту кашу и вы я смотрю за время программы стали пластичные я вообще просто увидимся через неделю как минимум будем этот слона играть прослана упомянули парням по 500 даю не встают а мы прыгаем нет не будем одна попробуй может на руки встать